несмотря на то что у нас написано типа экскурсия она будет небольшая такая небольшая начнем стационарном положении у нас гостях мы в гостях все время у нас гостях хотя востоковое время живете в лондоне что может быть и у нас гостях ну теперь уже взаимно мы сейчас все в гостях храма джона да мы в гостях храма джона лена это пушка пушкинская 10 тут за углом фишфабрика тоже мы туда точнее туда мы не зайдем на мимо пройдем я там даже песни орал свое время наташа легенда фотографического искусства которая кого-то к не фотографировала да да ну вот например чтобы сразу с места в карьеру да я причем как бы давно знал естественно фотографию но я понятия не имел кто сделал потому что это трагедия моей это по трагедии не только вашей жизни трагедия всех фотографов на самом деле у чехов и у чехова есть прекрасный рассказ про то как там открывали какую-то мост и никто не знал фамилию инженера и в общем ну понятно значит во первых на сказать что сейчас проходит выставка в строгановском дворце значит вот выпустили такой каталог прекрасно непрекрасный как вы выяснили да в нем есть плюсы и минусы здесь есть тоже ваши фотографии довольно много счастлива сказать что да вот о которых мы тоже с вами поговорим скажите пожалуйста я так понимаю что вы были одной из первых кто вообще начал фотографировать этих всех прекрасных ребят нет я думаю что были люди до меня например недавно я одну из да да тут ко мне приехал человек специально встретиться которому общись и вообще сейчас за 70 старше меня намного то есть спасибо да и мужа вот как раз за 70 и он фотографировал еще в такие вообще голимые подпольные времена когда даже никто не знал что это подполье просто потому что так куда даже такого слова не было тогда вся страна была в подполье но впрочем как и сейчас вот и у него есть видеозаписи в архивные вот эти восьми миллиметровая пленка какой-то 73 год сейшен в юках коля корзинин это просто вот так что я конечно не первая но я начала довольно рано я в семьдесят третьем году начала фотографировать именно рок-музыку я фотографировала до этого у меня была смена 8 мне мама на 15 лет подарила я на вечеринке на школьную знаешь приходишь на школьную вечеринку все танцуют меня мальчишки не приглашают никогда потому что я в очках и как-то я вот такая и зато у меня есть фотоаппаратик щелк щелк я при делах и очень это помогало вот этой самооценке не чувствовать себя знаете когда вот так стоишь у стеночки всех девчонок пригласили а меня нет это очень неприятно как вот вы были советской школьницей и тут вот это вот все да это же но срыв башки у меня срыв башки произошел в шестом что ли классе или в седьмом меня подружка школьная была 66 или 67 год вот я сейчас точно не вспомню я не могу сейчас просто скачу страшного но моя подружка школьная галька у нее брат был матросом на торговом корабле не на военном и они ходили там куда-то по всему миру за моря там это торговали там лесом икрой там я не знаю чем еще тогда совки торговали из россии чем они еще могли вот и они вернулись из плавания по ну там где-то были вот видимо зашли в англию это был разгар бетломании когда весь мир уже просто на ушах стоял 66 год это уже вообще просто все вот и в наволочке с грязным бельем которую тогда советские матросы должны были мамам приносить свое белье грязные подштанники там и прочее что вот у них за время плавания и мама руками стирала потому что конечно ни у каких советских мам не было машин стиральных и он в наволочке с грязным бельем протащил пластиночку облади облада 45-ку и галька меня пригласила горит наташка приходи тут есть у меня что-то я пришла она поставила эту пластинку и ну вот это то о чем всем в рок музыканты вот нынешние крутые начиная с макаревича там и гребещикова и заканчивая гораздо более молодыми ребятами это вслух хором говорят битлз для меня открыли новый просто новый мир я обалдела когда это услышал обладе облада это просто ни в какие вообще ворота не лезла вообще по сравнению со всей моей прошлой жизнью там какой-то дин рид ну как-то так шопен у нас дома мама любила фортепианное тому я занималась там наши тюды черни там и вдруг бац и вот это и это вот с 15 лет и шарахнула так что я с тех пор абсолютно необратимо стала слушать целенаправленно западную рок музыку это же тогда было ну как бы мягко говоря то ну то есть нынешние люди которые достают мобильный телефон вот у них все западное они же они же не совсем поймут что это было мягко говоря неодобряемо нет я не скажу что неодобряем об это это об этом просто никто даже не знал вот тогда когда это начиналось вот в 60-е в россии в советском союзе это было такое крохотное такое элитарное знание вот этой вот западной даже не одобрять ничего было нечего не одобрять уже вот настоящее неодобрение властей наступило по-моему только где-то в конце 70-х когда рок-музыка все-таки уже российская рок-музыка к тому времени возникла хоть и зачаточная конечно до рок-клуба рок-клуб 81 год рок-музыка конечно существовало до этого были группы но когда вот они заметили вот эти скопления каких-то совершенно дико выглядящих молодых людей это волосатые юноши божечки это тоже ваша фотография ну конечно я протестую а чьи вы думаете фотографии я бы включила в свой авторский буклет юбилей конечно мои а и вот этих я вообще не видел это между прочим это цой у себя там на проспекте ветеранов попытка продемонстрировать определенные формы но я хочу вам сказать что он бывало демонстрировал по-настоящему я видела например сама личная присутствовала на драке нет на драке а это мы были то ли в таллине мы были был концерт кино в таллине такой марк шлемович большой энтузиаст и вообще великий человек он устраивал и играли в каком-то вообще средневековом замке там каких-то черноголовых и вот это все а потом пошли оттягиваться в папу а может вильнюсе это было я не помню ваша прибалтики и этот пап тоже в своем роде конечно для нас был был открытием бар потому что все это в подвале все это вот эти темные деревянные столы настоящий тусклый свет все курят там какие-то свиньи свинячие ножки и вот это пиво натуральное такое настоящее ну и вот и мы вот так сидели и так вот стол вдоль стены вот здесь стена цой сидит и ребята а вот здесь на стульях там я сижу ну и марьяна и там кто-то еще был и тут сзади ну мы сидим болтаем пиво пьем там вот это все курить можно было и тут откуда-то сзади подходит парень местный вот то ли эстонец то ли вот латы что ли ли то я не помню и начинает громко нам говорить чтобы мы так громко не орали по-русски ну там национализм конечно и тогда был и наверное сейчас есть я не знаю давно не было и он такой знаешь бык знаешь такой местный и цой такой встает а я-то крайне я сижу он как бы рядом со мной этот парень и цой вот так встал молча вот так выставил руку и на парня посмотрел и все просто ничего вообще больше не сделал и парень и мастер бесконтактного я сама вот лично близко видела сейчас был бы вот так он так немножко на голову наклонил вот так вот и посмотрел бас и все так что но они чувствуют на самом деле я могу сказать что когда я позанимался 10 лет восточными единоборствами раньше я ходил и прятался по углам теперь я ходил по петроградской стороне где до сих пор столько упырей живет и хоть бы кто подошел чуйка чуйка и чуйка какая-то у них есть и как бы обидно когда я не умел драться как бы этого не было когда научился все они куда-то сразу сгинули не так они потому и сгинули что вы внутри себя перестали вибрировать на этой волне что страх меня знаете однажды что было это не имеет отношения круг музыки там у себя в гастингсе вокруг меня много всяких природных заповедников леса там вот это все натуральное очень побережье ла-манша и я любила гулять и сейчас люблю конечно же и в какой-то лес забралась там ручей бурелом там у них принято не убирать деревья которые бурями повалила бурями валят деревья часто потому что это там продувает очень круто из атлантики осенью вот эти ураганы атлантические туда в ла-манш задувает таким сквозняком вот и пошла нашла укромное местечко села выкурила косяк и так статья в единении с природой вот барсук вышел вот белочка знаешь я ах мы вместе и потом я уже вышла на тропинку и тут с большой ну более или менее большой дороги идет по пришли два парня слышу собака лает и лает и лает и лает громко на отсад на два молодых совсем парня и у них видимо вот это вот принято чтобы собака облаивала посторонних и мне так неохота стала ее слушать я на бревнышке сидела думаю знаешь вот так вот я вот так руку взяла вот так сделала на нее вот так я просто сказала и собака знаешь так подавилась своим лайм мальчишки опупели один из них не видел а второй в этот момент конкретно смотрел на меня а я сижу такая в платочке повязано знаешь такая и говорим с русским акцентом hello так что это бывает скажите пожалуйста вот ну когда вы уже начали в 70-х годах это все фотографировать вот просто для людей которые могут быть в танке что было такое в 70-х годах я даже про весь 80 не говорю на в 70-х годах быть фотографом вот этого всего я же не заикаюсь про техническую сторону дела потому что мы немножко избалованы сейчас берешь телефон чпок и инстаграмчик конечно тогда это целая процедура как вспомните ванны темные с красными это технически и сложные противные потом стало дорого когда стоят гребень прекрасная да это слайд это цветные слайды я поначалу вообще только на слайды фотографировал 1976 год университет спб болезнь грибщиков мы потом собирались нашим гостям а таша васильева мы потом собирались у меня же дома на кухне и эти слайды смотрели вот с гребнем то с гребнем с ребятами с левой это съемка клипа как режиссера кагодеева гарсон номер два с кагодеева кстати может быть скоро сделаем проходку да так вот что это такое было было очень интересно никакого ощущения что это запретно что это плохо у меня не было в 70-е годы точно мне было так интересно можете себе представить с какими людьми мне довелось общаться уже тогда они выделялись как вот как я говорю как костер в лесу вы можете дать вот такие вот краткие очень краткие характеристики ваши личные этим людям ну вот буквально вот такой блиц гребенщиков например гребенщиков позже появился батенька ты чего не гребенщиков я понимаю конец семидесятых я называю тех кто более-менее хотя бы на слуху ну да ну для меня первым и главным был к николай корзинин коля корзинин это тогда еще сначала был была группа санкт-петербург но он очень быстро откололся с рикшаном они не поделили так сказать поле был талант а рикшан прыгал по сцене он был спортсмен и орал микрофон думал что на нем держится группа и коля сделал свою группу называлась большой железный колокол и они репетировали в какой-то камушки там новоасильевском ну да но это глубочайшая подполье я все же все что знал там этот миф с мифы тоже были тогда я очень быстро мифов с мифами тоже познакомилась но первая группа у меня была большой железный колокол и просто так случилось что меня туда привел знакомый с которым я в колхозе познакомилась после вот в институте культуры на морковку собирали из посмотрю парень поет битлз под гитару ну из грешили слова за слово оказалось он гитарист и вот он как раз и знает такой володя козлов у него своя какая-то группа была союз любителей музыки рок но вот он меня привел на репетицию я услышала тогда вот впервые это же не но это уже гораздо я понимаешь это позже я просто показать это даже сэй даже сэйси только другой ракурс это другой фотограф это дима конрад я понимаю да это конрад фотографии понимаю так и ракурс другой все то же самое ну да в смысле тоже как даже тусовка ну в общем короче вот так что я когда услышала вот живьем этот звук барабанов и бас рядом видите ковалев на басу а краткая характеристика корзинина она просто крут неимоверно вот тебе и характеристика волосы длинные нос горбатый и просто неимоверно круто вообще а когда началась когда началось ощущение что все таки вот это уже ну такой запретный плод который сладок имею ввиду то что вы фотографируете рок музыку который но где-то в конце 70-х уже начали начала понимать в чем это выражалось ну например выражалось в том что вот например концерт мифов да в какой-то стекляшки там где-то в купщина да и вот зал уже открыт люди уже приходят а я с дочкой дочке пять лет я там где-то вот значит ну уже близко ну на сцене честно сказать потому что все друзья и данилов у нас на даче жил и так сказать я вместе я все равно фотографирую вообще на сцене стояла большей частью там в кулисе вот и еще не начался концерт они там настраиваются то все и вдруг бас менты менты пришли с главного входа то есть фойе начали вязать начали вязать в зале уже мы их увидели когда они уже начали вязать людей в зале причем вязать так всерьез а мы все еще на сцене и мы раз и убежали основания что это же просто что за основание у тебя основание что-то как это вот да нет и все и мы убежали через служебную дверь потому что на сцене было естественно служебная дверь чтобы аппарат протаскивать хорошенький тоже кинчев так обиделся на меня за это да а я не знаю за что спросите у них кстати константина евгений может ему пока он сказал фанаты не поймут наверно подумал что это несколько женоподобное а я так тоже расстроил думаю господи я никогда не ожидала от кинчева что он испугается намек а вот например вот на это да там такой он так далеко что они все там фанатели от дюран дюран и всего такого прочего но с этим парнем у нас я считаю что фотография хорошая отличная прекрасная фотография масса как смотрит прям самый настоящий такой театр это он артист виктюка же не было тогда по формате что он напрячь кинчев и другой есть хорошо ладно вот на еще крутили крутили вот эта фотография помню ну да где только не было крутили минуты хорошо в чем еще ну в том что все вокруг говорили ну во первых друзья у меня был свой круг друзей никакого отношения к рук музыки не имел вполне обеспечены ну вернее дети обеспеченных родителей в частности именно их папы привозили из-за границы запретные пленки там jesus christ там и битлз и бироу там один был какой-то что ли культурная атташе или торговая атташе другой был еще кто-то то ли театральный какой-то деятель за границу ездили и привозили там буквально в портках все эти записи жвачку там вот это все то есть я дружила вот по жизни не с рок музыкой хотя я с ними конечно время много очень проводила и чем дальше тем больше начали проявляться вот эти противоречия вишни без длинных волос это вишни это вишни вот и все окружающие ну я уж не говорю про родителей которые вообще не понимали как можно связываться вот с этим подвалом общества ты помойкой все же нищие были абсолютно галимая вообще то что там духовный уровень превосходит уровень обычных совков я не знаю в сто тысяч раз ну вот духовный уровень бориса гременщиков да и пускай мне то что какая мне за разница есть русские а есть совки павел страна разделена очень четко это вот граница который проходит совки это люди которые исповедуют старые советские ценности из которых первое и главное это халява вот как советский союз начали все отобрать у всех понимаешь вот пойти в церковь грабануть церковное золото попов переубивать искать религии нет понимаешь я надеюсь вы не рефлексируете по поводу комментариев несколько отбитых людей которые там будут писать их не я нормально я слышала столько гадостей свою адрес и в адрес тех кого я люблю вы себе не представляете сколько гадостей я слышала про бориса гременщиков вот он когда поднимался вот я приезжала да и чем больше гадостей в тусовке о нем говорили тем я даже не видя еще его понимала значит как он поднялся круче всего его поливали помоями когда он выпустил вот эту радио сайлент в америке пыша это было это было просто не простить как это понимаешь да ну их наплевать мало ли пусть люди имеют право на свое мнение это нет это это не могут у нас простить до сих пор у нас больше все ненавидят тех кто имеет свое независимое мнение вот больше всех ты всегда должен быть с кем под красным флагом нестись ходить мимо кремлевской стены вот это да это то ну нет я не согласна я знаю очень многих которые давно уже с красным флагом не ходят как только ты начинаешь не причем это не только про красный флаг это про любую как бы среду как только ты имеешь какое-то свое независимое мнение все это да один из самых распространенных вопросов которые мне задают павел ты из наших или не знаю каких мать вашу наших из дебилов или не дебилов понимаешь которая гордится тем я горжусь тем что я русский каждый человек любой национальности гордится тем что он там китаец британец араб мексиканец почему потому что психология психологически это я проходила в колледже я училась там в лондоне каждому человеку каждой личности человеческой необходимо ощущать для психологического комфорта для нормальной самооценки необходимо ощущать свое превосходство над другими в чем-нибудь нам это надо если мы этого не ощущаем это называется комплекс неполноценности чем дальше тем глубже тем уже ближе к психиатрической больнице сейчас я закончу потому что там будет мастер-класс внизу в комментариях ну вот и значит добиться превосходства реального или так сказать иллюзорного можно двумя путями можно добиться реального превосходства в какой-то своей области ну например старательно учиться хорошо добросовестно работать ну грубо говоря и поэтому сделать хорошую карьеру и поэтому заработать много денег и купить себе машину лучше чем у соседа васьки который там или ваньки который стоял у пивного ларька все эти годы у меня дача круче чем у него и ну это такой нормально я очень я округляю вложить энергию в то чтобы добиться каких-то успехов вот в своим в своей какой-то сфере чтобы реально знать что да я вот лучше я лучше чем маша шью детские платьица у меня лучше получается и я это вижу вот а есть другой путь когда человеку лень вкладывать свою энергию это ж надо и силы прилагать правда же хорошая правда же да только буквально ну понятно но это как тогда он начинает гордиться чем-то что сделали другие я горжусь тем что я русский ну гордись ты сидишь в помойке то тут но и гордись тем что ты русский это халява это все та же халява хорошо но раз уж мы заговорили тогда про гребенщикова вот давайте гребенщиков какую вот вы знаете я тут недавно вдруг позаботилась что я я не помню как я с гребенщиковым познакомилась я очень со многими помню как я познакомилась вот стоим там это я помню а вот про гребенщикова я не помню но видимо в тусовке раз выступил два выступил там я вот тот кадр который вы первый нашли помните где он такой раскрашен аудитории это вот здесь вот сидит юра ильченко он тогда был и сначала в мифах потом машине времени он был мой муж уже к тому времени он из машины времени ушел пошла мне женился переехал в питер и вот разрушили карьеру у него своя сложилась потом и он играл на вот гребенщиков тогда был как на под на подогреве то есть ильченко был хедлайнером после вот это все конечно глубокое подполье тем не менее боб разогревал публику перед юра ильченко понимаете то есть наверное вот так но мне просто понравилось как он поет а что это вообще за мероприятие вы помните вообще что такое было да я вообще все это плохо помню мы очень много выпивали но не только не только я главное дело успела кадр сделать вот это пивали все рейкина послушайте пивали все но некоторым приходилось тяжелее чем другим потому что например уже во времена рок-клуба я фотографировала концерт рок-клуба сейчас я найду фотографию которую хотела показать а в концерте принимают участие предположим три группы или четыре группы я после каждого выступления иду в гримёрку там значит мы отмечаем это дело потом я иду там это сама еще ничего потом я иду в следующую гримёрку и тоже мы отмечаем и уже концу концерта павел вы очень прекрасно сохранили я бросила пить в 90-м году я бы здесь не было вот это у меня на кухне у вас на кухне да где вы жили на васильевском это же гакель молоденький гакель который потом на васильевском сделал гениальный клуб там это потом много лет спустя это 77 год и там уже ближе вот такой вот был не совсем такой но уже все таки а вот здесь это лето они по какой-то причине просто мы очень часто они у меня были я хочу извините это просто здесь фотография стояла видел гакеля это не наташа фотография так что как бы много было общего а где вы конкретно на васильевском острове же железноводской вот эта квартира у меня там как раз мастер я с бабушкой живет по всяким хорошего лица так в то время вообще наркогазовская окраина была нет там очень зелено было там под были новые дома моя бабушка получила там квартиру ну купила вернее такую квартиру и я с ней жила в одной комнате бабушка в другой вот я и дочкой да так вы так и не сказали хранения характеризовали не ну боб конечно чтобы луч света просто луч такого яркого света света причем совершенно небесного правда правда особенно это было на фоне вот того окружающего совка подоголимого такого серого бетонного тупого необразованного понимаете боб конечно нес я помню его историю как его там на комсомольских собраниях спрашивали о чем ваши песни борис вот вы знаете что в те годы было принято петь песни с очень конкретным содержанием то есть вот конкретным таким материальным содержанием девушка сегодня в баре там выпила стакан вина и очень такая конкретная линия физически ощутимая любой человек может представить себе эту ситуацию а поп что он делал не думаю что он это делал сознательно он просто поскольку гениальный творец так он это делал поскольку вот так ему велела так сказать вдохновение я думаю на самом деле это надо у него спросить он выстраивал ассоциативную линию которая позволяла нейронам в вашем мозгу вашем кортексе в вашей коре казан связываться определенным образом вот нейронные связи побежали побежали золото на голубом как можно это конкретизировать у каждого свое вот у каждого вот это у меня например это блики я сижу около невы у моста лейтенанта шмидта и вот я вижу как там отражается что-то голубое вот небо и там вот эти золотые блики на волнах они вот так вот посверкивают у каждого же свои ассоциации у кого-то это золотая палета на голубом костюме гея ну я не знаю то есть он позволял воображению работать это самый главный фокус то же самое делали beatles вот это i'm the walrus и вся вот эта бодяга они иногда только пели конкретику а чаще всего они вот это позволяли воображению выстраивать они давали какие-то ключевые фразы то же самое делал цой про цоя кстати вот рок-н-ролл мертв это любимая песня вообще всего русского урока у меня лично причем вот именно вот именно в той записи на вот именно в той обработке я да я один раз встретил гременщикова на перроне значит он выходил сапсана я не выдержал подошел говорю вопрос такой там ляпин соло играет он в одном месте ну ну сука но явно не попадает и как бы это это так задумано или это вас просто времени не было больше да какое задумано у нас там был там один-два дубля вагончики в этом писали в общем так вот я выяснил загадку которая мучила меня много лет но сейчас зато вот я слушайте запу и вот у них вот есть действительно атмосфера вот непередаваемо и мне вот именно нравится что они вот так на коленке записаны потому что сейчас люди пытаются воссоздать да 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 уже несколько лет как поняли что вот это стерильное студийное освещение оно не втыркивает вот так как вот реальное звучание например где отражаются эхо от стен там того от всего уж не говорят ну хорошо за икнулись процессу это прямо сейчас же я даже не знаю как просто уже там герой там он раньше был герой поколения сейчас он просто стал иконы народный герой иконы причем в буквальном смысле вы знаете я тут недавно вписалась в несколько фейсбук фейсбуке групп посвященных группе кино там виктор цой там цой жив там я и цой там цой со мной вот это много мне надо было прорекламировать мой новый буклет вот у меня дома тоже это у вас дома меня дома на набережный шмидт уже я переехала в коммуналку страшно и это страшно коммуналки на фоне карта карта и узнаваемый рельеф обоев вот этих типичных типичных советских этих обоев ну и вот погоди ка сейчас что я рассказывал это забыла вы рассказывали про его статус современности а да да в фейсбуке так там и разные группы эти вот фейсбуке печатают публикуют разный материал но в основном какие-то перепечатанные ворованные какие-то фотки там какие-то концертные фотки не резкие где-то кто-то щелкну его же многие фотографировали уже особенно потом но тут вдруг бас и такая картинка представляете портрет цоя и сзади него вот такие лучи и сияние и прямо натурально икона и прямо вот так вот ах думаю батюшки до чего люди дошли слушайте но ведь наверняка же говорили что пидорасы они все но я не говорю нет я я не вас это вот знатоки обыденности это я не знаю это меня мало очень вообще меня мало вообще интересовало что говорят другие честно скажу это у него дома на ветеранов очень долго тренировал вот этот звездный взгляд потому что было очень смешно нам все время и как бы то так то это был не выдерживает хохочет потом все-таки сосредоточие также точно как вот перед этим фотографию вы показали вот не эту где-то там она была где они таки на вот эту я полторы пленки извела чтобы добиться от них серьезных ну конечно они притащили целый мешок барахла всякого разноцветных тряпок каких-то вот этих галстук потому что у цоя марьяша она работала тогда костюмершей в цирке и они целый мешок приволокли театрального грима такую штучку которую потом забыли на радость моей дочке и было девять лет так что в общем конечно все это очень так проходила в живой дружеской остановки так мягко сказать и он ну то есть видно даже ведь по фотографиям на самом деле вот вы заговорили про взгляд что вот сейчас вот я просто покажу как он действительно наш ну вот грубо говоря это такое цой без без маски кто-то ловится к нам хотя мой музей закрыт я решила то есть не пойдем никуда посетим здесь что-то хорошо сидится это хорошо говорится что то есть вот это вот он без маски да и потом вот этот бородок вверх не но здесь просто мы сидели в гостях у саши старцева саша старцев был редактор подпольного журнала рокси после того как я перестала его делать я первые три номера делала я сама я буду вместе скажите как это вот этот самый самый сдан да то есть как происходило это же кстати уже пам я выпадет поправьте местный правду полот уже было уголовно наказуемое за это уже можно было присутствовать что тогда уже мне это было все равно то есть это было абсолютно реально я уже их не боялась и он дома был гбшный обыск сейчас расскажу и как бы меня даже ничего нигде не друг ну что-то было уже смешно это было 78 что ли год но это уже смешно увидите вы знаете куда с вашими вот этими не нового вам смешно но ведь кто-то прилипал конкретно там ну не знаю может быть это та же ситуация что у вас вот вы рассказывали с губниками если я их не боюсь так они ко мне и не лезут мне нечего сказать я во-первых никогда ничего не скрывала и все мне нечего было скрывать да я люблю русский рок и что ну ну и что да я люблю аквариум кино там алису и вот и что да я печатаю их фотографии у вас журналов-то нету у болванов на западе он чуть что и сразу бра бац и вот эти все сми подхватили там же тоже рок-музыка сначала была как-то так знаете уже я сто раз это рассказывала я видела своими глазами так вот документальные фильмы там все время делают новые про рок-музыку особенно про раннюю это многим интересно пока еще хоть кто-то жив там такие деды выходят знаешь рассказывают как это было и все конечно из нищеты и все конечно из полного галяка и вот они теперь уже все понятно весь мир знает вот и там интервью показывают сидит министр культуры и министр там еще чего-то образование что ли ну два британских министра два таких старых обрюзгших хряка вот как наше было полетбюро здешние савдыповская во времена брежда такие с подбородками за такие и один другому говорит а это 67 год как раз в хиппи там калифорния вот эти волосы пи слав там но у вас знаешь вот это все как это но государственная машина вся держится на войне как это вдруг бас и не без войны и один другому говорит это конечно надо пресечь срочно это вот эти длинные волосы вот эти джин вот эти мини юбки это конечно рука кремля это кгб которая нас нарочно пытается развалить наши британские ценности я павел это слышала собственными глазами это все сделано очень грамотно со старого телевизора еще знаете когда маленький черно-белый экран но у меня есть и был такой проект я долго дело россия чужой взглядом назывался прообраз как раз особенно советского союза в западных сми о это вы знаете что у нас есть депутат который на серьезных щах уверяет что я читала недавно в этом у джанна скингрэв книжки я хочу сказать правильно сказал миг джаггер и не поблизости из гуд поблизости любая поблизости к лучшему не менее прекрасен чем но тоже бывают разные у меня были случаи но неважно а про как относятся на западе я например была когда то ли я в америку ездила то ли в англии познакомил кажется в штатах была познакомилась теткой моего примерно возраста может даже чуть старше она была хиппи и такая очень закоренела она мне сказано в из калифорнии сама и она сказала у нас я просто знаю точно как это началось вот 66 67 год вот это все хиппи вот это все без войны она горит нас так запугали угрозой советской атомной бомбы помните вот эта хрущевская инстанировочка с ракетами около куба это вот те годы она говорит нам так загадили мозги с этой пропагандой что вот будет война там все строили там эти убежища война что мы решили ах война ах атомная бомба так мы лучше оттянемся перед этим мы лучше потрахаемся в сласть выпьем как следует покурим и послушаем рок-н-ролл это она горит вот конкретная была идеологическая база все движение хиппи возникло стихийно как ответ на угрозу ну да многие так и делают кстати правильно делают так что я хочу сказать на холодной войне наварились оба правительства и тамошнее и здешнее это было выгодно поэтому это насаждалось вот-вот и им также точно поэтому и против господи про гб-шный обыск гб-шный обыск был дурацкий совершенно у меня как раз было в личной жизни такой был момент когда я меняла мужа васильева на мужа ильченко который был рок-звезда и вот на коле васинки ских сейшен ах кстати он пил о дарлинг и поразил меня конечно самое сердце вот с этими длинными волосами с гитарой просто вообще вот а он у нас жил в это время ильченко и в общем я уже практически к нему ушла я уже васильеву сказала что все я не могу больше я все я влюбилась и он от расстройства попал в больницу у него был пневмоторакс это разрыв легкого причем он обычно бывает там ну например от физического какого-то повреждения там пулевое ранение не дай бог и он лежал в больнице я ездила к нему в больницу навещать ну как бы все еще технически был муж и отец моей дочки как бы васильев что там всю жизнь вместе день рождения в один день в одном классе учились даже смешно вот и вот я возвращаюсь домой из этой больницы я такая в красной мини-юбке и так сказать вообще я выглядела на сказать довольно вызывающе это я и тогда понимала не было на вас понимаете управы на управа пытались управиться но что-то плохо пытались видимо управиться не удалось вот и звоню в дверь а у меня вот бабушка и в соседней комнате дочкой с дочкой была баба не мама именно бабушка старенькая и значит мне открывает дверь мужчина в костюме и мне говорит вы кто я говорю я здесь живу я типа наташа я говорю а вы кто а он не раз такой достает бумагу и на ней я вижу сверху большими буквами написано комитет государственной безопасности ссср ну как бы я делаю журнал рокси при этом которую я говорю еще раз мы с гребнем придумали сидя у меня на кухне вот название рокси кажется придумал ильченко но теперь установить это не удается никто не помнит вот я у мамы тогда пишущую машинку взяла печатную у меня мама филолог у нее было две она мне дала одну вот и думаешь ты смотри ка ну захожу в этой мини-юбке там какая-то тетка пятеро мужчин и одна женщина я говорю можно я переодену все руки помою она заходит со мной в ванную комнату я переодеваюсь у меня ребенок что в уличной одежде пойду стоит смотрит и значит выходим на кухню оказывается они уже пять часов тут рылись бедная моя старая бабка которая пережила все на 905 года она пережила русскую революцию сейчас расскажу она пережила еврейские погромы она пережила там эту великую отечественную войну эвакуацию смерть мужа сына ну короче и теперь бас и внучки уже она думала что наконец все другу бас гбшный обыск и бедная бабка конечно думаю это сильно ускорило ее гибель потом она умерла от сердечного приступа но не сразу немедленно ну вот ну сели на кухню я говорю а собственно что они уже к тому времени перерыли все детскую кроватку корзину с грязным бельем там наш тщательно к делу подошли сели застой говорю ну так а что вы пришли то ну они говорят оказывается 7 ноября вот когда была демонстрация ежегодная традиционная в питере она идет по невскому и когда демонстрация шла мимо гостиного двора знаете там на галерея сверху на гостинке и оттуда начали вдруг разбрасывать листовки и на листовках было написано свободу слову свободу собраний свободу печати это же не вообразимо как можно иметь в стране свободу слова свободу печати и свободу собраний и листовки эти как выяснилось были напечатаны на фотобумаге фотоспособом ну потому что тогда ксероксеров ксеры не было ничего не было этого вот и они там кого-то поймали потом еще кого-то потом 10 20 и у кого-то где-то в чьей-то записной книжки нашли мой телефон но это они мне так сказали на самом деле бог знает почему они пришли ну у меня совесть в этом смысле чиста меня тогда советская политика не интересовала павел вообще просто вообще у меня был свой мир я жила в своем мире почему я жила так насыщенно в этом своем мире меня был такой рок-н-ролл с утра до ночи советская власть там где-то там с ее там этим это вообще меня просто не касалось по настоянии притворяюсь и не так сказать не кокетничаю мне в голову бы не пришло писать там какие-то листовки просто потому что все что я делала было до такой степени очевидно против этой дряни что даже листовки были бы не нужны вот ну и вот собственно они у меня забрали увеличитель они забрали все запасы фотобумаги они забрали мамину машинку ну там еще какие-то глупости среди самых глупых вещей которые они забрали было такой советский паспорт и нет не паспорт партийный билет который мне мои друзья сделали на какой-то 8 марта вот так значит снаружи написано партийный билет номер 00001 и вот так открываешь он такой розовенький ребята старались и тоже там номер 00001 и там значит фотография моя как я выхожу из озера на дачу подружки такой ружей вообще и там вот так вот вместо печати большой палец моего мужа вот тогдашнего васильева и вот так вот смотришь это вот здесь а вот на этой стороне значит там написано да здравствует наука да здравствует прогресс и мудрая политика цк кпсс и веточка немоза ну казалось бы ничего такого но блин эти увидели их просто перекосило не говорят вы знаете что это вот билет номер 001 принадлежал владимировичу ребята ну как бы взрослые дядьки как можно на таким на цветы смеяться потом вызывали меня туда в гбшный там этот как налетели ходила там пропуск то есть я пришла вся из себя много шуба была дикая короткая вот с таким длинным мехом искусственным черным в питере ни у кого таких не было больше вообще я купила на рубинштейна по дороге на кэта сейшн я увидела и купила у бабки денег взяла и то есть я выглядела не по здешнему надо сказать джинсы там вот это все я пришла уселась кабинет такой стол там этот следователь ну молодой и говорю можно закурить закурила говорят оказывается там никому курить не дают вот это все ну что господи оказалось в результате парнем у которого нашли мой телефон и вот таки посадили туда в подвал он четыре месяца сидел в гбшном этом налетейном его выпустили причем у него отец был можете себе представить дирижер симфоник дирижер оркестра большого театра д 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 он был сын вот этого дирижера худо-бедно фиморазин свейк дружил с юрским юрский к ним домой приходил они напротив нашей школы на петроградской он четыре месяца там сидел а потом вдруг кого-то возникла светлая мысль что вот эти слова свобода слова печати и собрания это слова из действующей советской конституции и сами как бы состава преступления нет за что людей сажать они просто распечатали советскую конституцию и все и всех отпустили так что это все смех уже был тогда и понять так что наплевать на давайте мы немножечко вот про этого парня поговорим да здесь у нас же где-то есть отдель давайте отдельный календарь он вообще был скромный это уколе кстати вася вот между прочим вы знаете павел что мы низко вот я собиралась с этого начать но чего-то мы как-то сразу раз делаю я давай о себе любимый хочется сказать про то место где мы находимся и очень хочется это моя личная просьба чтобы вы включили это в передачу мы все одно мы находимся в квартире коли васина который здесь из этой комнаты сделал храм офис храма любви мира и музыки имени джона леннона коли васина это совершенно была великая фигура в российской рок-музыке с него собственно рок-музыка началась но вы знаете наверное он был первым который праздновал дни рождения битлз сначала у себя в коммуналке на ржевке потом вот в коммуналке здесь на пушкинской он переехал и у него все собирались а потом он был первый кто предоставил настоящую сцену хоть и так сказать там какой-то царь в вас келове дк ну там дружественный директор дк но это была настоящая сцена то есть уже усилители микрофоны гитары включать можно не на кухне вот боб сидит не на кухне у меня там или у себя или там где-то а уже прямо вот как взрослые понимаете это коля васин то есть через его школу прошли ну почти все я не берусь говорить что все может быть и не все но все кто вот сейчас ну я думаю что за него и вот это как раз у него это 85-й что ли 85-й день рождения восемьдесят шестой такая типичная тоже атмосфера тех времен вот эти ободранные обои девяткина то есть это тоже какой-то сейшн это мне знаете чем памятна фотография фотография памятна вот чем что после выхода пластинки red wave джоанна стингрей которую сделала она всем музыкантам же привезла там подарки то все на этой пластинке внутри вот так в развороте есть мои фотографии но она по незнанию моё имя не включила то есть там все указаны а это нет и это честно сказать обидно потому что на самом деле из моих рук ни одна фотография по рок музыки не выходила без моего фирменного штампа что это вот моя то есть она не могла не знать но видимо ей не сказали потому что в те годы меня как фотограф вообще никто из них не воспринимал я с ними дружила там киряла курила наш попой вертела но как бы как фотографа бабу молодую девку вот такую всю из себя не воспринимал просто никто то есть они позировать позировали вот например гримёрки кто бы знал что это станет ну кто бы знал некоторые знали цой знал например вот цой знал майк науменко знал понимаете но неважно вот и джоанна привезла мне как следующий свой приезд она ну как бы так сказать в качестве извинения она привезла мне упаковку кодека но это было вообще неслыханное дело кодек и как раз в это время аквариуму впервые в жизни разрешили официально легально большую сцену юбилейный и аквариум играл неделю в юбилейном там было 8 концертов воскресенье было два всю неделю абсолютно битком набито первые пару дней менты не разрешали публике подходить просто конкретно вязали как и всегда как и до этого а уже потом в один какой-то конкретный день и я все это сфотографировала публика просто смела нахрен ментов просто смела их нахрен подошла к сцене и уже после этого больше менты не лезли уже ни к аквариуму никуда уже все стало принято как на западе публика и сцена рядом ну то есть там какая-то яма для фотографов но как бы уже все меня есть этот кадр впервые в жизни русские люди стоят прямо рядом со сцены вот это целая толпа это я была там своими глазами видела и щелкала но я как умела участвовала в процессе там я на сцене вертелась так сказать в таком виде что ну конечно публику это заводит когда вот так сказать вот это все хоть кто-то это заводит ну в общем короче говоря в воскресенье менты меня не пустили вообще у меня проходка была я семь дней снимала аквариум на кодак я снимала надо на две камеры на кодак этот и на черно-белую и ну чтобы уже определиться знаешь с условиями чтобы уже сделать наконец в воскресенье уже чтобы знать точно как я снимала пленку черно-белую например и тут же вечером и и проявляла и смотрела что как мне же надо смотреть вот и в воскресенье менты уже сосредоточились и меня не пусть и ли в юбилейный я с этой пленкой кодак осталось куковать я плюнула и поехала в девяткино это прямо конкретно день где когда боб играть в юбилейном а кинчев играет в девяткино да это кодак это петька самойлов вот они в девяткино играли так что вот как бы вы кинчева охарактеризовали не ну кинчев то круто я бы так его по-простому охарактеризовал крым да это горзов очень хорошо время провели две недели панковского вернее две недели рок-фестиваля как отец сколько было выпито портвей но это уже да кинчева я бы как охарактеризовала одним бы словом кинчев на самом деле круче чем миг джаггер не по я не имею ввиду популярность деньги или что-то я имею ввиду по его энергетическому вот залу да надо думать у джаггера энергетический потенциал будьте нате у джаггера и у кейта ричардса вот они вдвоем составляют вот эту вот могучую силу абсолютно неостановимую потому что у джаггера больше из вот этих чакр из вас он вокалист у него открыта пятая чакра и он вот это вот этим он и у вас там в вашем мозгу инициируются энергетические связи именно на этом уровне так а у ричардса это вот отсюда он бас у него вот отсюда то есть это напрямик проникает прямо вот так вот как бы в клетке тела вот у них и вот у алисы также вот у кинчева и у петьки у петра самойлова у басиста у него тоже но кинчев круче джаггера я за свои слова отвечаю ну как бы сравнить не с чем но в то же время вот смотрите например при том что концертов нет концерта запрещают там откладывают вот это все вот сейчас эпидемия тем не менее в феврале 1 февраля он выставил прошу прощения он выставил у себя там на сайте где-то или что там планета.ru преда как сказать предзаказ на свой новый альбом вот у него альбом белый шум двойной альбом сольник то есть ему конечно музыканты помогают но то его сольный двойной альбом и он объявил предзаказ то есть тот кто платит вот сейчас видим он столько будет печатать копии я не знаю это будет винил или диск я не я что-то как-то не не света не вот и вот учитывая что как только кто-то первый купит да вот физический носитель с этой музыкой он тут же запросто технически может выложить это в youtube и это будет сразу у всех бесплатно на халяву любимое русское дело на халяву наконец пальчиком кнопку тыкал слушай да вот учитывая то что все это знают все любители все фанаты уже давно это знают вот у меня к вам вопрос на засыпку угадайте сколько с первого февраля денег заплатили люди за этот альбом ну просто на вскидку любое что вот вы подскажите да а вы что скажете во вот последний раз я проверяла где-то пару недель назад я хотела перед сегодняшним днем про проверить но забыл 11 миллионов это было две недели назад 11 миллионов рублей заплатили русские люди которые любят алису любят кости кинчева вот это русские что они только русские нет нет я имею ввиду русские в отличие от совков понимаете совок не заплатил бы совок бы урвал на халяву это его главная отличительная черта вот она черта вот это а русский платит русские люди они стремятся вперед они стремятся к прогрессу они понимают там при что чужое брать нельзя без а совки не понимают совки увидел взял да и все вот то есть такая концепция сейчас что наоборот вот эти вот вот эти вот они развалили советский союз была такая великая согласна полностью и горжусь знакомством они конечно развалили советский союз разумеется что у вас есть какие-то сомнения вам кажется что-то горбачев сверху объявил перестройку и все поменял горбачев объявил перестройку когда уже абсолютно полностью изменился менталитет нации изменился нация перестала верить вот в эту вот чушь которую там вот это я бы показала но мне никак рука болит который вдалбливали 70 лет о том что мы круче всех и что надо нам работать 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 а все деньги пойдут на войну потому что нас за граница ненавидит все нам завидуют и хотят нас уничтожить поэтому мы будем жить в бедности но деньги отдавать на войну и счастливы тем что мы живем в лучшей стране мира в самой передовой стране мира один раз послушал одну песню битлз и лила дзеппалин и все пык и все вот тебе вся лучшая страна мира вот те как нас все ненавидит люди которые могут создавать такую гармонию которая вот так отзывается в твоей душе просто все вселенской гармонией они не могут никого ненавидеть тем более нас было бы кого понимать ну да ну да не ну знали кое-что вот эту атомную бомбу то знали про эдрюную бомбу да это проблема больше ничего так что конечно развалили потому что народ перестал верить ну какая-то часть народа перестала верить в это фухло по-английски называется булшит я русского эквивалента не знаю ну телега телега в эту телегу перестали верить и вот самый первый раз когда совок развалился вот какие-то 90 там какой-то год или вот он объявил горбачев объявил перестройку там то все и потом вот это все это как раз показывает что не все поняли не все как бы уже забрали что часть осталась очень упертая старых таких совков которые до сих пор им это ценно им это важно они гордятся тем что они лучше в лучшей стране мира живут потому что у самих у них никаких достижений нет они только этим и могут гордиться сейчас очень многие там офисные клерки и прочие замечательные люди там от 20 до 30 лет которые ничего про советский союз не знают ну то есть они знают только вот этот длинный фасад они нам вот как раз вот я реально видел ролик где на серьезных вещах один персонаж не очень старый гораздо чем мало же меня а вот говорит какие они все предатели роде да и пусть говорит господи да пусть говорит мы плевать на него история видите ли идет своим чередом это исторический процесс он называется повышение уровня сознания народа и он идет этот процесс и он идет и хотят его остановить не хотят его остан конечно его хотели всегда остановить и очень многие всю жизнь это касается не только советского союза он у меня господи из исторических примеров миллион ну вот например когда первые итальянские композиторы там давно много несколько столетий надо я кришным делом не помню дату ну дату я даже век не помню ну предположим там 16 век ну предположим придумывали первые оперы светские да это было преступление против церкви а тем более в католических странах италия испания это же католические страны то есть это было конкретное преступление против сцены то есть музыканты которые решали все-таки эту оперу исполнить потому что они в душе музыканты да вот с большой буквы первые певцы вот первые участники оркестров вот вот этих оперных им хотелось эту музыку играть потому что это было новое слово по сравнению там с этой церковной вот этой вот это бесконечной водяги вот этой да так их закупку вот за у служебного входа да их ждали кони запряженные чтобы если инквизиция придет вязать чтобы быстро на кони и скакать подальше и они так и делали и за это если инквизиция таки ловила исполнителя предположим то их тогда на костер это тебе не советская милиция поэтому вот это противостояние прогресса и регресса вот этого добра и зла вот этой гармонии и хаоса она все уже всю жизнь была ну и как бы и сейчас ничем не отличаются да и все и наплевать мы делаем свое дело не такой вопрос подводя мне по черту то что вот я себя заметил ведь все это когда начиналось он вообще было не про деньги ну то есть это был такой говорил моя бабушка интеллигизм ну и свобода выражения и прочее и потом в какой-то момент укреска резко наступили коммерческие времена вот как вы ощутили для себя этот перелом чем он уражался ну павел я должна к сожалению вам тут возразить потому что у меня например это всегда было про деньги то есть это закончилось быть про день вернее это было без не про деньги только в тот период очень короткий когда вот мы у меня на кухне собирались и все вместе с музыкантами рассмотрели слайды прямо вот я гребенщикова снимала вот мы с гребенщиковым сидим это очень недолго длилось потому что чем дальше тем больше ко мне на кухне начали набиваться сначала 10 потом 20 потом 30 человек я очень много интересных случаев есть по этому поводу но боюсь что расскажите парочку ну парочка давай ну быстренько сейчас прямо скажу сейчас ну например боб сказал боб ну как бы мы договорились что он будет играть у нас дома у меня в этой несчастной двухкомнатной квартире где с бабушкой понимаешь уже я с ильченко была не я уже даже с ильченко развелась вот что у меня был уже бойфренд до жильщинки к тому времени не было он бедный когда узнал про этого бойфренда сдачи парень с такими волосами на мотоцикле а круче чего вообще круче его не не знала в жизни так у личинки тоже случился пневмоторакс можете себе представить это вообще никто поверить не мог то есть это очень редкое вообще ну в общем короче говоря ну вот и значит боб должен был у нас играть ну и людям как-то говорили жабы телефону там как-то вот это вот как-то между своих и как раз в это время в городе была машина времени а мы дружили все ну естественно через ильченко и там боб их знал разумеется и машина времени к тому времени вообще круто заматерела и они жили тогда в гостинице прибалтийская уже перед этим раньше когда-то они у нас ночевали тоже но не всем скопом ну там выборочно а тут уже поднялись круто и из гостиницы прибалтийская знаете где она была на васильевском все на васильевском да ну и вот значит народ набился к нам и стало понятно что мы с этим вот моим бойфрендом бомбиной стало понятно мы купили бутылку портвейна мы подготовились такси ну думали гости сами все принесут обычно так принято все принесут что не денег на квартирник а и набилось столько народу баба слушать что уже стало ясно что это голяк никуда мы не влезем ни в какую кухню ни в какую комнату это просто никак но я позвонила ребятам машина времени и они говорят да ладно проблем нет приходите к нам в номер а у них знаешь которым жила алла пугачёва перед этим и они прислали нам автобус вот звездная жизнь прислали автобус и мы все загрузились в этот автобус мы трепетно там и с этим бомбиной свою бутылку портвейна взяли и приехали в эту гостиницу прибалтийская их действительно номер конечно вообще просто меня бедному поразил там желтые шелковые стены там такой прямо вот как гобелен два этажа по второму этажу галерея там какие-то две ванны в одну из ванн телефон ну в общем супер и главное что ребята на машина времени они представляете уважили и вот так у них столу в номере и на столе стоит вот закуска и вино прямо колбаса твердо копченая настоящий вот это всем это с питера с васильевского то ну и гости все так обалдели от этого всего что как бы и концерт этот толком не было то есть боб что-то там сыграл ну как-то очень большой был культурный шок вот от этого всего мы-то быстро свою бутылку то распили в уголке там где-то сели то есть это я к чему к тому что вот такие вот переходный период не ну батенька времена другие так вот насчет денег так у меня очень быстро созрела идея что эти фотографии надо продавать во первых потому что хотелось чтобы люди их видели потому что фотография это документ и у меня были такие фотографии по которым было видно что это то чего обычные советские ребята никогда больше вообще нигде не видели вообще все никаких западных же журналов толком не было тогда то есть это надо видеть это надо распространять на самом деле мысль была правильная потому что как потом я выяснила когда уже в лондоне долго жила у меня там издательство было и ходила там на всякие семинары там и вот это все по издательскому делу ездила там нью-йорк на книжную ярмарку знаешь во франкфорд ну и там это основополагающий совершенно принцип что имидж распространяет информацию и расширяет популярность жанра любого в частности именно так распространилась раннее христианство на территории европы потому что люди рисовали картинки иисуса они так обалдели от всего что тогда был что были живые свидетели были очевидцы которые это помню все припухли ну как бы тут человека убили вдруг бас и увидели потом и это не вопрос веры это вопрос знания просто у меня есть на был знакомый который тоже умел это астральная энергетическая вот эта матрица которая может по если очень сильный информационный напор то она может ну ладно тоже вернемся короче говоря да и вот вы начали продавать их да я стала пытаться продавать никто конечно сначала ничего не покупал потому что все ходили свои насыщен все вот кто там например с гребнем пил портвейн он не будет покупать за деньги его фотографию это понятно и только вот уже где-то вот сначала рок-клуба у меня там официальная началась уже торговли прямо в фойе я делала мини-выставки такие ну тогда ну кто официально то коля михайлов у которого я была фотографом на свадьбе сколько если не секрет но стоила фотографии не секрет нисколько одна фотография стоила три рубля две фотографии пять рублей это первый это первый как бы первый звоночек капитализма то есть это вот тоже чего в советском союзе не было никогда как это ты покупаешь одну за трешку две за пятерку но конечно это дорого было бутылка водки стоила 3 62 бутылка портвейна стоила руб 80 там с чем-то конечно это дорого все-таки какие-то мороженое 20 копеек ну да ну каждого метро 5 копеек они десятки из 90 копеек не ну просто у меня то расхватывали я стояла там в этом фойе там с этими фотографиями вокруг это хорошо деньги в карман смотрите вы то продавали окей музыканты получали гонорары почему она гонорары это их проблемы были и мы по этому поводу потом у нас была целая вот это крайне интересно было собрание в рок-клубе прямо с представителями кгб на который меня пригласили тоже там был курёхин гребенщиков витя сологуб кажется саша вот и кто-то там еще был на и не покажется саши цветов я не помню было пятеро музыкантов до басист и вот так стол стоит да вот мы сидим так пятеро каждая шестая а с другой стороны сидит вот этот гбшник еще какой-то мужик но видимо может быть представитель культурного отдела чего не горкома или что-то и джордж гуницкий почему-то с ними там на их стороне не поняла почему ну и телега было о том что курёхин появился большой материал про серёжу курёхина в западных журналах во многих сразу и фотографии то я ему дала естественно кто еще то и как бы он секретно это кому-то передал кто-то там в подштаньях их увез это все появилось и вот они стали меня в первую очередь тягать откуда у западных этих самых мои фотографии да как это вот это претензия еще бы как еще бы как вы думаете я говорю я понятия не мимо и фотографии я сейчас конечно я я все понял я все знал и прочему сейчас у тебя 3 самому смотрю душка как же этот бред какой идиот причем не первый раз в истории оливер кромвель был такой в бритто в англии который башку от корну голову отрубил королю и после этого насадил такой протестантский жесткий режим помните трех мушкетеров помните три мушкетера там вот эти протестанты увидел голую женщину и умер да так оливер кромвель запретил вечеринки запричал запретил свадьбы запретил печь пироги запретил петь петь песни на улицах и он конечно плохо кончил извините за каламбур пошла куда он нужен-то такой народ потерпел потерпел ну хорошо ладно вот вы сидите и значит я вы понятия не имею откуда эти фотографии у западных журналистов я их во-первых продаю все время и это все видят к счастью во вторых я их развешиваю вот на гбшников нет это у ментов вызывало меня почему и вязали ментам ментов ментов душила жаба и меня блин фотография 1 3 у 2 5 уровень на водку не хватает а я не делюсь я мин там не даю вот это ну что вы это просто меня если бы давали так само собой как и все остальные дают ой перестаньте вы и богу павел нет я не себя я цитирую опять таки то что там послушайте есть правда а есть то что люди пытаются себе самим за замазать розовым глаза чтобы можно было все еще гордиться на халяву чтобы было чем гордиться на халяву меня это вообще не касается и значит там слово за слово там все плохие короче говоря ну я выступил и говорю что и что как вы еще хотели для западных журналистов вся эта ситуация срок музыка это золотое дно потому что это бред музыканты собирают стадионы вот они играли в юбилейном аквариум они получали там что 386 концертную ставку лен-концерта за стадионный концерт ну алё это прачечная вот я говорю никак это все не изменится до тех пор пока музыканты не начнут получать нормально примерно равняется стоимость одной вашей фотографии ну да ну да ну вот и что это ну и все действительно это бред но постепенно это как-то сошло на нет и постепенно люди начали музыканты начали все-таки договариваться залами появились менеджеры появилась какие-то появились какие-то зачатки инфраструктуры то есть вот менеджеры дорожные менеджеры люди которые договариваются с дк потому что музыкантом самим но я их понимаю ну вот как мне например самой договариваться об издании своего своей книги это кто-то должен делать мне трудно себя хвалить вот я звоню например вот я знаете такая крутая давайте сделаем со мной интервью ну должен кто-то проталкивать язык договариваться разговаривать о цифрах о суммах о договорах это такая скучная работа которую конечно сам музыкант ну ему лень ну ему я понимаю творческий человек да конечно само собой сколько у вас получалось на ваших фотографиях ой вы знаете зависело очень сильно от случая к случаю и конечно больше получалось не в петербурге ну не в ленинграде в тогдашнем а за ну например запомнился у меня много случаев которые все-таки запомнились несмотря так сказать на обилие праздничных ощущений но это вот один из них был концерт аквариума в мурманске он это был по моему первый концерт после радио silence после америки и там просто вообще и концерт был совершенно галактический и у меня фотографии купили за три дня на стадиону там а может это в киеве было кстати это может быть было в киеве но неважно как в мурманске тоже было круто то что я тоже приехала естественно для меня это была возможность заработать во-первых поснимать их на другой сцене они в питере а во-вторых продать по что там то конечно это ценилось намного круче чем здесь просто там в мурманске или в киеве или там в рязани никто с гребенщиковым водку не пил понимаете там это вот как бы чем дальше тем ярче вот так я за три дня заработала чистыми деньгами уже после того как я рассчиталась с директором зала естественно за то что он мне предоставил столик там уже с группы рассчиталась а с группой рассчитывалась там десять процентов как бы бог не брал никогда денег а я покупала вину ну как бы вечером оттянуться там как на вокзал такси и помните как бы вина то не было вот так получила 333 рубля очень хорошая зарплата я тогда была воспитательница детского сада на 80 рублей оклада чистыми там 69 в месяц или сколько это можете себе представить триста тридцать три рубля за три дня ну там что сколько то за дорогу я платила дорога тогда стоила да ну так у меня конечно шикарно за жить не запретить курица там знаешь вот это все ну и поэтому деньги быстро кончались но я успевала всегда купить фотобумаги быстро пока деньги были там увеличить их проявителей там за этих как вот потом уже у меня ну папа работал начальником большим большого завода но он видит что я маньяч он все меня отговаривал вот это все это все все говорил иди бы зашла бы ты работать уборщицей у тебя бы был социальное социальное положение и пенсия ну в общем папа не убедил меня зато я его убедила и он мне завода представляете себе вывез рулон фото бумаги вот такого размера мне не показать он был около двух метров да ну может быть полтора и он был вот такой толщины как бревно он завернут конечно был так я чтобы не покупать бумагу что у меня дикие деньги уходили на бумагу и главное она не всегда была и вот эти убогие пачечки по 20 штучек понимаете это большой расход она дорого стоит там серебро фотобумаги вот так я заходила в нашу коммунальную ванну вывели выворачивала лампочку коммунальную затыкала щель старым халатом и вот на такая помните в старых ваннах такая доска на которую можно было мыло там вот это все я на него так поперек клала этот вот этот рулон и пилой пилила кусок в размер вот чтобы было 18 на 24 представляете себе отпиливала вот такой кусок ну как вот как отпиливалась до пилой рулон по что он же на самом деле из дерева это же прессованная древесина же такой бумага это прессованная древесина почему так тяжело таскать отпиливала себе по формату там например 18 сантиметров ну приблизительно да а после этого уже потом вот этот маленький рулончик я раскручиваю режу раскручиваю режу поэтому у меня фотографии продавались прямо как есть вот такие кривые косые мне уже было не до этого мне уже было не до красоты по что расхватывали просто сотнями от тысячами ко мне приезжали люди со всей страны ко мне приезжали там с магадана из норильска там из новосибирска покупали пачка меня такая коробка стояла дома в которой все это лежало вечно в комнате этим фиксажом воняло господи прости мы решили немножко переместиться на улицу чтобы закончить наш увлекательный разговор когда эйфория закончилась вот это вся вот это вот ну то есть было сначала была дикая эйфория вот рок вышел из под подполье все концерты цой купил себе москвич мать ну во первых у меня эйфория стала заканчиваться когда все вышли на стадионы играть и я наконец думаю вот и я тоже по что у меня идея это было рок-журнал делать для этого нужно как подняться немножко финансово чтобы делать рок-журнал на всю страну сначала один потом еще один там отдельно про реги отдельно про это там вот ну вот в гастингсе где я живу это крохотный рыбачий городок там прямо вот привокзальный буфетик да там продается 8 разных журналов а вообще в британии 29 журналов посвященных современной музыке но там все dance техно там и любое не говоря журналах которые посвящены конкретно например профессиональным вот например гитара бас-гитара барабаны это отдельно вот у нас не musical express одно время выходила там даже успел попечататься немножко но у них свое у нас то свое русские то люди слушают русскую ровно русские то люди слушают цоя они дюран дюран тем не менее дюран дюран тоже конечно но как бы с ней ну конечно дюран дюран у нас не слушаю я я дюран дюран упомянул потому что как раз для кино это был в свое время как сейчас принято говорит референс ну вот а меня так менты так и не пустили то есть меня начали вязать с нездешней силы в этих всех из как а там в юбилейном я договариваюсь директором конкретный договор с директором юбилейного я ему отстегиваю да и музыкантом бы бы отстегнула если бы что-то продала я готовлюсь я печатаю у меня тиражи после этого вот я выхожу мне столик дает все как у взрослых приходят менты меня вяжут руки за спину из отделения там вот это все девушка пройдемте то есть мне не удалось финансово никак приобщиться а потом вот это вот указ ленгоросполкома запрещение продажи тиражированные фотопродукции то есть мне даже в кооперативных ларьках стало нельзя потому что ребята стали говорить наташа мы не можем нам приходят и все вяжут вот но меня вот как раз очень удачно тогда пригласили в лондон мы можем вот туда дать не наоборот меня не интересно тут то просто такие оригинальные фотосессии проходят совершенно неожиданные да понятно вас приглашали в лондон уже было была какая-то тусовка русских и большая международная организация goodwill communication group они стали печатать журналы для стран где только что закончился тоталитарный режим по что журнал существует за счет рекламы там где закончился тоталитаризм там народ пошел свободу и первым делом хочет джинсы кока-колу жвачку ну и там все остальные товары которых раньше не было это аргентина чили польша вот ссср бывшая и они сделали просто большую очень редакцию наняли офис и стали печатать эти журналы и в том числе вот для россии для русскоязычной публики и вот редактором нашего русского журнала был такой юра малышев он меня знал еще по старым временам и женой с его я была знакома особенно потому что когда умер виктор цой она очень сильно его любила и она у меня заказала полный архив по цою какой только у меня был самый полный архив на фотобумаге сделала для нее и она еще тогда в питере было и денег не было ни у кого и она мне дала банку меда килограмм сахара и белые джинсы ну в общем короче этот юра малышев он меня пригласил в лондон прислал приглашение и мне дали визу мгновенно просто я пришла мне сказали погуляйте четыре часа и приходите без всяких проблем а у них висела анкета на стене консульства образец там иванов иван иванович там куда чего там улица ленина там наш вот это все а внизу анкеты такая маленькая фотография и джона леннона это вот английское консульство девяносто четвертый год но мне дали визу чудом каким-то мне билет продали в один конец деньги на билет не дала соседка верка которая в нашей коммуналке торговала вину она торговала они с мужем торговали потом мужем менты повязали мужа в тюрьму а ее оставили потому что у нее двое маленьких детей и менты стали ей привозить вино конфискованное скидывать и она продавала вину а деньги отдавала ментам но ей тоже что-то осталось в общем она мне дала 400 рублей на билет так что я уехала в англию но потом я стала приезжать сюда и стала все это делать и все круто я понимаю через какое-то время здесь все-таки что-то сдвинулось с твоей точке думаю вот а у меня в лондоне было издательство свое снигал паблишер опечатала русские книги в переводах конечно там хорошего переводчика нашла это пользовалось там очень скорее идеологически это пользовалась каким-то спросом в определенных кругах ну например я издала там по-английски владимира шинкарева максима федор вот и эту книжку так вот волею судьбы именно вот когда я ее издала в тот год комиссия которая выбирает авторов для альманаха кто есть кто who is who in the world art and literature они включили шинкарева и мне как издателю прислали грамоту сертификата на шинкарев который тоже всю жизнь был в подполье тоже работал кочегаром понимаешь что бедствовал нищенство был геологом и хрен знает кем на теперь он теперь вот пожалуйста кто есть кто в мировой литературе вот ну потом стругацких я издала понедельник начинается в субботу и тоже это круто почему-то поднялось у них в норвегии через несколько лет проходил фестиваль большой биеннале фестиваль искусств и они почему-то выбрали лозунгом своим главным вот эту строчку понедельник начинается в субботу и обратились ко мне как к издателю что вот мы можно ли ну конечно можно и они каждый раздел своей этой огромной выставки они обозначили какой-то определенной цитаты из этой книжки понимаете они мне купили остатки тиража прислали мне там этот как уйди еще забрали ну то есть какой-то отклик был но за деньгами конечно ничего я в результате вынуждена была закрыться но я зато очень многое узнала и про то как журналы делать и вообще вот эту всю кухню вот эту всю и я сюда стала приезжать на одежде здесь открыть филиал своего издательства который был бы посвящен рок-музыки эксклюзивные печатал бы ну нет естественно не только мои фотографии это смешно я знала же других фотографов тоже и чтобы все было были бы рок-журналы постеры календари там плакаты алибо фотоальбомы здесь же в россии не делают фотоальбомов что фотоальбом требует сканирование либо негативов либо уже как-то так чтобы было качественно то что здесь делают это это ниже плинтуса скаченные с интернета какие-то чьи-то как-то что-то лишь бы на халяву это все это мимо кассы вот ну и вот я больше десяти лет 15 наверное я здесь приезжала периодически то выставка то презентация книги там пять книг тем временем у меня вышло из них две полный самопал но тем не менее одна из них журнал кинохроники подполье это к 50-летию цоя эксмо все-таки это уже солидом вот но в 2013 году я напечатала нашла спон причем чудом нашла спонсор я вам рассказываю как есть вы потом вырежете если я просто ехала на концерт короля и шута в космонавт найти клуб космонавтов и технологии от мамы на московском проспекте поймала тачку еще тогда можно было села поехала да и с чуваком просто разговорились ну такой молодой парень такой взрослый но не молодой слово за слово я фотографу трог музыку он так обалдел я ему дала визитку он мне через пару дней позвонил он оказался стран менеджер большой строительной собственной частной фирмы не бедный и в результате он мне дал 250 тысяч рублей на печать календарей к юбилею аквариума и к юбилею алисы 40 лет аквариума и 30 лет алисы можете себе представить из этих денег часть ушла на печать часть ушла на дизайн но 50 тысяч мне был гонорар заранее уже то есть чувак поверил что мы это все продадим и я в это свято верила потому что я видела какая была бешеная популярность и какие огромные фестивали вот этот рок над волгой 300 тысяч зрителей там это нашествие наше радио а у вас не было в этот момент какого-то чувства что ну вот эти все люди ну не все я имею часть этих людей которые когда-то там у вас на кухне или там кого вы фотографировали каких-то там обшарпанных стенах сейчас вот там а вы бы могли бы там я не знаю быть тоже звездным фотографом здесь вы нет я повел очень хорошо отдавала себя отчет в том что мое положение исключительное в мире российской рок-музык я была баба и как бы ку-ку и все и все и все и воспринять женщину как партнера по бизнесу здесь до сих пор очень мало кто может а в те годы это просто был совершенный вообще полный галяк там партнер по бизнесу кидали все то есть кинуть бабу это даже не грех хочу там и как бы это надо это также нормально как дышать все вот эти менеджеры организаторы вы себе не представляете это я могу книгу написать о том как меня кидали но я не буду короче я к тому что вот этот парень дал мне жене его звали ну и сейчас зовут тоже надеюсь деньги на печать календарей мы напечатали тысячный тираж алиса тысячный тираж аквариума меня не пустили никуда вот эти все вот эти вот организаторы этих фестивалей да это же все бывшие комсомольские вожаки сынки своих пап у которых есть связи вот лицензию на проведение фестиваля надо горком там партком там знаешь лицензию взять и вот они это организовывают до большой фестиваль рок над волкой это же 12 июня день независимости что ли или день конституции ну какой-то патриотический праздник значит они собирают рокеров так рокеры по сцене прыгают потеют собирают зрителей а эти тем временем продают право на торговлю пивом за дикие деньги которыми конечно с рокерами не делятся там бачкарев пивом торгует 500 рублей стаканчик и продают сами свой мерч то есть ну свое то что они сами вложили деньги в производство там футболок всяких бандан того всего и все с патриотической символикой группам не разрешают даже собственной футболки продавать хотя на самом деле в принципе цель собрать публику в одно место это обналичить собственную популярность обналичить наконец вложенную энергию 30 лет по сцене прыгал потел вот теперь обналичить там этот язычок мика джаггера напечатать там просто этот язычок на всем от кожаной куртки до зажигалки и продать я вон была на уэмбли на рулинг стоунс выходишь из метро уэмбли довольно далеко но там прямая такая дорога очень широкая вот идешь от метро и по обеим сторонам всей этой авеню стоят вот так вплотную ларьки и киоски и торгу вот ты пока идешь и вот так вот здесь вот кожаные куртки здесь банданы здесь плакаты здесь книжки здесь значки следующее здесь кожаные куртки здесь банданы вот так вот с двух сторон я уж не говорю о том что делается внутри то есть продажа это способ заработать потому что деньги с билетов они уходят на организацию концерта ты не можешь по круто подняться то тебе надо за аппарат заплатить за грузчиком заплатить покелажником заплатить там ну как бы если мы возвращаемся то вы получается вот если немножко так подвести черту вы же стояли у истоков этого всего вы это видели как это все начиналось так далее и так далее и потом когда это все оно вышло то есть возникло ли ощущение что вы уже ну немножечко в стороне да меня отпихивали ногами просто от корыта в стороне меня совки ногами просто отпихивали от корыта вот после того как меня с этими календарями никуда не пустили торговать буквоед вот здесь на восстание взяли 20 штук на реализацию валю это проще что там этот путин кошечки собачки цветочки и купола собора и тут у меня вдруг мои вот эти 20 штук при этом им надо заплатить чтобы они твой календарь выставили вперед там например я сделала набор открыток про Виктора Цоя так мне сказали мы возьмем их в продажу тогда были ларьки вот типа сика то что сейчас первая полоса они по-другому как-то назывались этого 12 год 50-летия Цоя но ты нам заплатишь 60 тысяч мы тогда вот в наш ларек но я хочу сказать то что вот после этого я плюнула бросила и уехала и все и решила что все я продала папину квартиру папа умер мне оставил я решила что все и до двадцатого года я больше о рок-музыке не думала и только в двадцатом году вдруг мне Сашка Титтов приехал на новый год к нам ну ко мне туда в гостинск они приехали он будет концерт кино это первое а второе ну вот они решили воссоединиться потому что Саша Цой наконец-то судил права у этих вот упырей которые были мороз рекордс варьё вообще бандюганы настоящие натуральные бандюки и такие совки в самом таком прямом смысле слова ленивые невежественные бесчестные и жадные вот так вот они ну вот и потом бац и выставка в русском музее ну и тут я считаю что сам бог велел а потом еще знаете что на меня повлияло вот вернуться опять к этому всему то что мне один приятель по переписке он прислал ссылку на песню группы сплин Саша Васильев написал песню называется передайте это письмо гарри поттеру вот будете смеяться я услышала ее и поняла что все русские созрели вот все что я говорила и за что меня ненавидели говорили ты ненавидишь русских ты ненавидишь россию вот Саша все спил вот так как оно есть я подумала пора вот ну пора его сейчас например будет концерт кино наконец разрешили в Москве вот начинается в пятницу в субботу и воскресенье вот это 14 15 16 мая и это будет для меня я поеду в воскресенье туда-то я надеюсь вас пустят ну не то слово теперь уже это не то слово не просто пустят а уже так сказать да посмотрим какая там она будет красная но во всяком случае это впервые в моей жизни когда моя печатная продукция будет учить участвовать в общей торговле группы на концерте этой группы легально официально я теперь с машины records которые занимаются всем мерчем более того мне позвонил вчера что ли когда вчера позвонил человек сказал здравствуйте наташа меня зовут юра я дорожный менеджер группы кино меня каспарян попросил вот вам придут вас пригласить ну мне не надо было пошли мне сашка титов уже прислал два билета но тем не менее так что вот этот юра дорожный менеджер можете себе представить меня ждать в москве тому стадиона у служебного входа с проходкой backstage так что я теперь как взрослая наконец-то без ментов и вообще без вот этих менеджер и которые как вот такие вот стоят и например у меня когда в лондоне была презентация книжки английской про рок-музыку пераспера адастра по мотивам мои-то книжки взять вам подарить вот и концерт я не я устроила такая была там организация red square все девчонки там были молодые дельные девчонки английские и русские и они сами предложили мне вызвать какую-нибудь русскую рок-группу на мою презентацию и они выбрали алису это даже не был мой выбор ну я конечно не против было и алиса приехала и они играли в клубе астория который прямо в центре лондона на тоттенхэм курт роуда я за две недели до этого концерта я в этой астории фотографировала йоко оно с сыном можете себе представить то есть вот алиса там отыграли концерт меня при этом снимала первый канал bbc уж я не но так все господня воля я никаких телодвижений по этому поводу не делал я никого там не знаю мне в голову бы не пришло то есть все было круто и гламурно до потери пульса вообще концерт был атомный и после концерта мы стоим с кинчевым там снаружи он говорит наташа у меня будет скоро концерт воскака приезжай ну батенька знаешь когда рок-звезда приглашает и девушка отказываться не будет правильно я себе купила костюмчик гостингсе у нас там есть такие магазинчики специальные и думаю поеду ну концерт там назначен был там через два месяца я специально какие-то дела здесь подготовила думаю я приеду так хоть как-то там то ли выставка ну что-то я уж не помню ну и вот я пришла в ска к но меня кинчев пригласил да так директор группы не пустил меня в гримёрку там был такой директор он не пустил меня в гримёрку и я бы нахрен бы ушла с этого концерта но у меня в соседней гримёрке бараху осталось а его заперли и уже после концерта милостиво меня пустили и я вот так вхожу в гримёрку ну там сидят ребята какие-то гости там их подружки там кто-то кто-то сидит вот так жрет какую-то икру из банки и я там я так подхожу кинчеву ну хоть поздороваться а стоит этот директор батагов и говорит фоткинс кости познакомься это директор колбасного завода то есть как бы у человека приоритеты я блин директор издательства из лондона понимаешь ты которого кинчев пригласил да вот директор колбасного завода познакомьтесь константин евгений междан масса да ну и он бабки дал до кого-то там гадость так что вот жизнь идет но тем не менее мне импонирует то что все равно вы радостная светлая хотя хотя конечно не всем понравится то что вы сказали а кому-то претендуем на универсальность чего там кому-то нравится кому на это это и есть собственно демократическое общество когда люди могут вслух высказывать разные мнения их за это немедленно не вяжут например вот прям тут же правильно а там кому нравится кому нет кому-то интересно ладно сейчас от меня по традиции спасибо вам сейчас от меня по традиции анонс но главная новость заключается в том что а я еду в москву 4 6 июня будет 5 экскурсий и то что я перевыпустил свою книжку о пиаре японии во время русско-японской войны с огромным количеством всевозможных иллюстраций а путеводитель не скисперсом роман корень по-прежнему в продаже их можно купить как у меня на сайте так и после экскурсии с автографом автора ссылки вы найдете внизу под этим роликом ну а вы что ну пишите что вы думаете обо всем этом теперь вы будете знать на самом деле чьи фотографии вообще вы смотрится в интернете да то есть вообще кто автор фотографии будь там цой гримчаков кенчев это причем же мы по верхам таких грандов берем а там же огромное количество всего другого было вот надеюсь что все пройдет хорошо у вас на концерте группы кино приоритеты может быть будут не сторону колбасного завода ну уж я на не ну это топали лишь бы концерт был хороший а то что публика решит покупатели нет это их право может быть никто и не будет потому что уже поезд ушел эти фотографии 30 лет везде болтаются например но это публика решит это не менеджер не менеджер решит правильно которого жаба душит а люди это в этом смысл люди пусть решат хотят они купить или нет ну ладно друзья мы увидимся с вами в следующих выпусках с другими гостями пока спасибо большое спасибо большое